Всем привет! Сегодня играем в игру 7 чудес дуэль. Это специальная версия игры 7 чудес для двоих игроков. Строим свои цивилизации, города. И драфтингом мы выбираем себе по 4 чудо света из представленных. Так, смотрим какое у нас есть чудо света. Оставляем себе одно и передаем стопку сопернику. Ну, таким образом выбираем себе 4 чудо света. Игра проходит в 3 века, в 3 эпохи. И для каждой эпохи у нас есть своя колода карт. Например, вот колода для первой эпохи. Из нее мы убираем 3 карты наугад. Между соперниками выкладывается общее поле, на котором присутствует маркер военного конфликта, который ставится посередине. Далее наугад выбираются 5 жетонов прогресса, также дополнительные военные маркеры. Пирамида первой эпохи выкладывается следующим образом. И теперь шаг за шагом мы будем набирать себе по одной карте из пирамиды, выкладывать ее в свой город, в свою цивилизацию. Ну, начнем. Я возьму камень. Так, на карте не указана стоимость, поэтому ты ее можешь построить... Бесплатно. ...и никакие новые карты при этом не были открыты. А я возьму карту, которая дает мне один кирпич, и на ней указана стоимость 1 монета. Я заплачу ее в банк. За 2 монетки я куплю одну из научных карт с пиром. Так, у меня 6, и я возьму 4 монетки с дачи. И так как эта карта открывает нам новую карту, я могу ее перевернуть, чтобы мой оппонент мог ей воспользоваться. В игре есть 2 способа победить, не доигрывая игру до конца. Это научный путь и военный путь. Чтобы победить при помощи научных карт, необходимо собрать 6 различных символов. И у тебя уже есть первый научный символ, это перо. Поэтому я, чтобы не дать тебе изначально собирать больше научных карт, возьму себе этот вот символ ступки, это аптека. И заплачу за эту карту 2 монеты. Я возьму карту военного конфликта, и она тоже стоит 2 монетки. И продвинусь в сторону оппонента на одну клетку, так как здесь всего лишь один щит с мечами. И теперь я могу открыть следующую карту. Синие карты — это гражданские карты. В данном случае эта карта бесплатна, и я заберу ее себе. Карта «Театр» в конце игры принесет мне 3 очка. Ну, я тоже тогда возьму одну синюю карту. Потому что у меня есть один материал камня, я могу взять синюю карту бани бесплатно, которая даст мне 3 очка в конце игры. Чтобы приобрести следующую карту конюшни, мне необходим ресурс дерева. И такого ресурса у меня нет. Поэтому я могу его купить в банке, и заплачу за него 2 монеты, так как любой ресурс стоит 2 монеты, плюс 1 монета за каждое здание, производящее данный ресурс у оппонента. У тебя нет ни одного здания, которое производит дерево. Поэтому я получу 2 монеты в банк и строю конюшни. И тем самым я двигаюсь на одну клетку на пути военного конфликта. Я возьму себе карту стеклодува, которая позволит мне производить стекло. И она стоит 1 монетку. Карты с ресурсами удобно складывать друг на друга, чтобы сразу видеть, какие у вас есть ресурсы. Итак, я построю еще одну карту военную. Это сторожевая башня. Она бесплатная и дает мне 1 шаг на пути военного конфликта. Так как у тебя нет папируса, я могу приобрести папирус у банка за 2 монетки и взять себе еще одну карту научного прогресса. Так у меня нет никакого варианта, кроме как взять эту карту и открыть тебе 2 другие. Если я не хочу приобретать данную карту, я могу продать ее банку за 2 монеты, плюс 1 монета за каждое желтое здание, то есть здание коммерции, которое есть в моем городе. У меня таких зданий нет, поэтому я получаю 2 монеты за данную карту, и карта уходит в сброс. Я возьму 1 кирпич. Он идет бесплатно. Опять-таки я не хочу давать тебе еще один символ научного прогресса, поэтому я вместо того, чтобы взять бесплатно, так как у меня есть здание, вырабатывающее кирпич, данную карту, я возьму себе карту аптека, и я должен заплатить за нее одно стекло. У тебя есть одно здание, производящее стекло, поэтому 2 плюс 1 я должен заплатить за этот материал 3 монеты. Ну тогда я возьму еще одну карту военного конфликта. У меня есть здание, производящее кирпичи. Я могу построить бесплатно и продвинусь в ту сторону военного конфликта. Так, это карта материала, каменоломня, и я получаю материал камень, я должен заплатить за него одну монету. Мне бы очень пригодилась карта, которая производит бумагу, но у меня, к сожалению, не осталось ни одной монетки, поэтому мне придется продать ее за 2 монетки, чтобы тебе не досталось. То же самое, не осталось ни одной монеты, поэтому я продам эту карту и получу 2 монеты из банка. Я возьму желтую карту и получу 4 монетки. И последняя карта, бесплатная, карта гражданская. На этом первая эпоха заканчивается, во второй эпохе первым игроком буду я, и раскладываем карты второй эпохи таким же образом, то есть, изъяв из колоды 3 карты наугад. Итак, вторая эпоха. Я хочу построить карту статуя, и для этого мне необходимо иметь 2 материала кирпич, но у меня их нет, и также у меня нет монет, чтобы оплатить еще один материал в банке. Так, у тебя уже есть одна карта кирпич, значит, мне нужно оплатить 3 монеты за один материал. Но у меня есть уже одно здание с символом маски, и на этом здании у нас есть второй символ маски, поэтому я строю его бесплатно и получу в конце игры 4 очка. К счастью, я могу сэкономить 3 монетки, потому что у меня есть значок кинжала, и приобрести одну карту военного конфликта. И я подвинусь в сторону противника на одну клеточку. Приобрету еще одну гражданскую карту, один камень у меня уже есть, мне необходим материал дерева, у тебя нет зданий, производящих дерево, поэтому я заплачу 2 монеты и добавлю карту себе. Подковы, к сожалению, у меня нет, потому что она у моего противника, и также у меня нет карты, производящей древесину, поэтому, чтобы она не досталась моему противнику, я ее продам. У меня есть одна желтая карта, поэтому я получу за эту карту 3 монетки. У меня не хватает материалов на следующую карту лаборатория, также у меня нет монет, чтобы купить все материалы, поэтому я продаю ее в банк и получаю 2 монеты. Я хочу приобрести карту военного конфликта, у меня есть одно здание, производящее камни, и мне нужно купить второй камень, который будет стоить мне 3 монетки, так как у тебя есть каменоломня. Сюда, и я плачу в банк 3 монетки, продвигаюсь на 2 шага в сторону противника. И происходит следующее, я теряю 2 монеты, которые у меня есть, и если ты останешься на этом участке до конца игры, ты получишь дополнительно 5 очков. Так, 2 монеты входит в банк. У меня есть карта с символом месяца, поэтому бесплатно я строю карту храм. Я возьму бесплатно карту, которая будет производить стекло. Я бесплатно получу научный символ, так как у меня уже есть вот такой символ шестеренки, то я добавлю эту карту себе. Так как у тебя 2 карты с одинаковым научным символом, ты можешь выбрать любой из жетонов научного прогресса. Что даст тебе преимущество на твоем противнике? Так, я выбрал жетон сельское хозяйство, и я получаю 6 монет, а также 4 монета в конце игры. Я построю одно из чудес света. В стоимость 2 стекла, 1 кирпич и 1 камень. У меня все есть в наличии, поэтому я возьму одну из карт и построю чудо света. Оно даст мне 6 очков в конце игры, и плюс я могу сделать еще один ход. Моим следующим ходом будет приобретение карты военного конфликта. Мне нужно заплатить 1 стекло и 2 кирпича. Мне не хватает всего лишь одного символа кирпича, и я заплачу в банк 3 монетки, потому что у моего оппонента есть 1 кирпич и продвинусь еще на 2 шага по военному конфликту. Итак, я беру карту полигон для стрельбы из лука, и у меня есть только один символ необходимый для нее, это кирпич. Мне нужно 2 материала дополнительно, за каждое заплачу по 2 монеты, то есть 4 монеты, и отодвину маркер военного конфликта на 2 клетки назад. Я куплю лесопилку за 2 монетки. Так, бесплатно я возьму себе карту, которая дает мне символ папируса. Я продам эту карту за 3 монетки, чтобы она не досталась моему противнику. Я продам вот эту карту за 2 монеты, чтобы она не досталась тебе бесплатно. Ну, раз тоже выбрать один из зеленых жетончиков научного прогресса. Я возьму жетон экономики, то есть каждый раз, когда мой оппонент захочет приобрести любой из ресурсов, все деньги пойдут ко мне вместо банка. Я продам научную карту за 2 монеты. Я построю одну синюю карту, у меня есть все необходимые материалы. И я построю данную карту таможни за 4 монеты, которая даст мне еще 2 материала, но, к сожалению, за каждый из этих материалов мне нужно будет платить по одной монете, но платить их не тебе, независимо от того, что у тебя есть жетон экономики или нет, а платить в банк. Так, я плачу 4 монеты. И на этом вторая эпоха заканчивается. Точно так же раскладываем для последней третьей эпохи и дополнительно мы добавляем 3 наугад карты гильдии, которые дадут некоторые бонусы в конце игры. Итак, третья эпоха, последняя, и опять начинаю я, так как я проигрываю на пути военного преимущества. Первая карта, которую я собираюсь приобрести, это гильдия кораблевладельцев. Карты гильдии дают бонусы в конце игры. Данная карта дает одну монету однократно и также одну очко за каждую коричневую и серую карту, которая есть в моем городе. Чтобы ее приобрести, мне необходимы следующие символы, и у меня есть все эти символы, кроме одного символа стекла, который я могу приобрести в своей таможне за одну монету. И также посчитаем, сколько у меня есть коричневых и серых карт. У меня есть три, я получаю три монеты назад. Я приобрету тоже одну карту гильдии, и мне нужно будет заплатить за недостающий материал камень, так как у тебя есть камень, мне придется заплатить три монетки. И данная гильдия в конце игры за каждое построенное чудо света даст два очка. Бесплатно я построю следующую карту, это сенат, так как у меня есть вот такой символ уже, и она даст мне пять очков в конце игры. Я продам карту военного конфликта, чтобы ты не смог построить ее бесплатно, и получу три монетки. Я тоже продам одну карту за три монеты, так как у меня появилось одно желтое здание. Я построю арену, она мне даст две монетки за каждое построенное чудо света, так как у меня построено только одно, я получу всего лишь две монеты и три победных очка в конце игры. У меня есть все материалы необходимые для постройки. Я продам одну карту, получу за нее три монеты. Так как у меня есть карта с таким значком, я могу построить карту военного конфликта бесплатно и продвинуть на две клеточки по пути военного конфликта. Я построю научную карту, это обсерватория, заплатив за один из материалов одну монету. Я построю еще одну карту гильдии, мне не хватает одного кирпича, я заплачу за него три монетки и за каждую карту, зеленую карту, я получу по одной монетке, то есть я получаю три монетки обратно. Я построю карту сады бесплатно и она даст мне шесть очков в конце игры. Я построю еще одну научную карту, мне не хватает материала папируса, и я за него заплачу три монетки. Я построю карту торговая палата, мне нужно заплатить за нее два папируса, один у меня есть и за один я заплачу одну монету. И ты можешь получить три монеты за серую карту, которая у тебя есть в колоде. То есть три монеты. Я приобрету еще одну научную карту, у меня не хватает опять же папируса и мне нужно будет заплатить три монеты. Я продам военную карту За 4 монеты Я тоже продам карту за 4 монеты Я построю еще одну карту Это пантеон Построю эту карту бесплатно Потому что у меня есть символ солнца И она принесет мне 6 очков Я построю бесплатно маяк И за каждую желтую карту Которую мне есть, он мне даст по одной монете То есть я получу 3 монеты Я построю чудо света Это статуя Зевса Для этого мне необходимо Оплатить 1 дерево, которого у меня нет У тебя их 2, то есть я заплачу 4 монеты За это дерево Также 1 монету А я их оплачу тебе И 1 монету я отдам в банк За 2 символ папируса И я получаю 1 шаг на пути Военное преимущество Плюс я забираю 1 из твоих коричневых карт И это будет карта дерева Она уходит в сброс Мне остается только построить последнюю карту Научную карту И у меня теперь не хватает дерева За которое мне нужно будет заплатить 2 монеты Так как у меня 2 одинаковых знака Я могу взять еще один научный символ Чтобы выиграть в науке Мне нужно набрать 6 различных научных символов Но, к сожалению, у меня всего лишь 5 И на этом игра закончена И мы подсчитываем очки Для подсчета очков В игре есть вот такой вот блокнот И первое, что мы делаем Мы подсчитываем гражданские карты Стоимость моей гражданских карт 6, 10, 18, 18 плюс 11, 29 до 35 Так общая сумма очков, которые мне приносят синие гражданские карты Это 35 очков У тебя 2 гражданские карты, 8 очков Следующие это карты науки У меня 2, 2 и 1 5 очков У тебя? 11 Следующие это желтые Карты коммерции У меня 3 очка всего лишь У меня 6 У тебя 6 очков Далее карты гильдий Значит, у меня за каждую коричневую и серую карту я получаю по одному очку То есть 3 дополнительных очка Мои гильдии дают мне 2 очка за каждое построенное чудо света То есть 2 И плюс 1 очко за каждую научную карту У меня их 6 То есть в итоге я получаю 8 очков Далее мы получаем очки за построенные чудеса светом У тебя это 6 У меня 3 Некоторые жетоны прогресса дают тоже очки И у меня 11 таких жетонов 4 очка у тебя нету За каждые 3 монеты мы получаем по одному очку У меня 3 очка У тебя? Тоже 3 Тоже 3 Далее мы смотрим количество очков на пути военного прогресса Тебе 5 очков и мне ничего И подсчитываем сумму У меня 56 очков И у тебя 47 И что даже удивительно Потому что когда мы играем вдвоем Обычно выигрываешь ты Выиграл я Поздравляю И так это была игра 7 чудес Дуэль Субтитры создавал DimaTorzok